Много очень, просто очень много ряды для захоронения неизвестных героев, либо неизвестных, которые оказались в моргах самого Днепропетровска. Вот насколько, к сожалению, мешает солнце, но насколько вообще хватает взгляда, здесь кругом уже вырыты вот эти вот могилы, то есть будущие могилы. Вот посмотрите, что делает война. И когда нам говорят о том, что войны в Украине нет, я в очередной раз вам говорю о том, что она идёт. И что самое страшное, вот здесь, вот в этих могилах, вот тут похоронены останки неизвестных солдат, неизвестных людей, которые были привезены с поля боя. С учётом того, что наши любят в переодевание играться, здесь непонятно будет, кто российский или украинский. По крайней мере, я вам могу сказать, что в моргах Днепропетровска те, кто ищут своих пропавших детей по ДНК, смогут их обнаружить. Потому что каждого, кого будут захоранивать, каждого абсолютно, кладут в гроб с идентификационным номером. И анализы ДНК хранятся в морге Днепропетровска. Поэтому в данном случае, в больнице имени Сечина, извиняюсь, в больнице имени Мечникова. Поэтому в данном случае вы, родители, кто ищете своих пропавших детей, которые воевали в Донбассе, вот вполне возможно, что они будут похоронены здесь. Потому что сейчас две сотни тел идентифицируются ещё. И когда это закончится, неизвестно. Потому что, в общем-то, закончится это может только в одном случае. Если матери и Россия, и Украина объединятся вместе и потребуют от Путина прекращения всех боевых действий и вывода всех российских войск с территории Украины, как суверенного государства. До тех пор, пока мы будем потакать имперским обидцем Путина, вот такие вот могилы, вот такой вот вид будет преследовать нас везде и всюду. Значит, сейчас я подхожу вот к этим захоронениям, потому что, по крайней мере, власти Днепропетровска считают, что вполне возможно, что здесь именно украинские солдаты. Хотя уверенности здесь нет стопроцентной. Сейчас мы с вами подойдём и посмотрим, что там написано. Вот, то есть я вот это всё в режиме реального времени снимаю. Так, здесь много линьков. Что написано вот здесь. Вот, вот посмотрите. Их привозят очень много. Просто очень много. Привозят самолётами, точно так же, как в России. Тимчасово неустановленный защитник Украины. То есть они пока решили писать именно так, в надежде, что всё-таки это украинец. Хотя ни у кого абсолютно нет гарантии того, что здесь лежат украинские солдаты, а не вперемешку российские и украинские. То есть, но я не буду обходить каждую могилу. Я надеюсь, что вы мне поверите на слово уже, потому что на каждой могиле написано то же самое, одно и то же, по сути, и регистровый номер, по которому собраны ДНК, чтобы в дальнейшем родственники смогли опознать, найти своих пропавших детей. Вот такой грустный репортаж у меня сегодня получился. Я честно вам скажу, уважаемые родители, я не знаю, зачем я это делаю, потому что мне это крайне неприятно. Я, как любой из вас, хочу радоваться солнцу, сходить куда-нибудь в кафе, посмотреть какую-нибудь весёлую передачу или посетить какой-нибудь чудесный концерт. Но мы с вами должны понимать, что идёт война. И эта война, её окончание зависит от каждого из нас. И виновник этой войны Владимир... Владимир...